Приветствую дорогие мои братья и сестры, поздравляю вас с праздником дня рождения святителя Николая, архиепископа Миронкистского Чудотворца, ваш молитвенный дом тоже носит имя в честь этого святого, поэтому у вас сегодня престольный праздник, а престольный праздник как Малая Пасха, так что вы сегодня празднуете свою Малую Пасху. Вот святитель Николай, один из детских святых, которому церковь празднует день рождения, только Иоанну Притечу церковь празднует день рождения, другим святым не празднует, и вот святитель Николай, почему же так получилось, мы слышали из проповеди какой он был чудотворец, быстро откликался на молитву, откликается сейчас на молитву, и сейчас откликается на молитву, то есть если мы к нему молимся, обращаемся, просим его, он обязательно приходит на помощь. Вот вспоминается рассказ Сергея Нилуса об одном нечестном человеке, он был вор, когда он шел на какое-то дело, на свое, в кавычках, он обязательно приходил в церковь, молился святителю Николаю и ставил около него свечку. Вот такая у него была суеверная вера к этому святому. Но сколько веревочки не виться, все равно придет конец. И как-то он тоже так пошел на какое-то именно нечестное деяние, и... Чуть его не поймали. Была за ним устроена погоня. А простой народ, то он, как говорится, и просто поступает. Может не просто побить, да, но еще сделать еще что похуже. Убить человек. И страх овладел этим, ну, разбойник его не назовешь разбойником, ну вот так, воришком. И он побежал от них. Бежит, а куда бежать? Бежать некуда, его скоро должны поймать. И вдруг видит труп мертвой лошади. Он уже, как говорится, несколько дней лежит, и вы представите, что там творится. Да, я даже не хочу описывать, это страшно. И вот он решает тогда страх, он более такой, ну, действует на человека, чем брезгливость. Страх смерти особенного. И вот он залезает тогда в труп этой лошади и находится там. Ну, что он испытывает, это страшно представит. Уже радовало, наверное, как сейчас. Ну, мужчины даже, которые за ним гнались, и не подумали, что туда залезет, а он залез. И вот когда ушли, за ним, как говорится, гонящийся, вот, решил этот мужчина вылезти и замолился святителю Николая. Святитель Николай говорит, ну вот, смотри, как тебе здесь находиться? Ой, очень, святитель Николай, очень плохо, очень срадно здесь находиться, да? Вот, и невозможно описать. А он говорит тогда ему, святитель Николай, вот и твои так и молитвы приносят такой же он смрад, и твои свечи, которые ты ставишь предо мной, идя на такие деяния, вот они, вот, источают такой он смрад. Вот мы, дорогие мои, видим, что святитель Николай, он оставил его, конечно, в живых оставил, помог ему остаться в живых. Потому что все-таки он к нему обращался, обращался и с надеждой на то, что этот именно человек, нечестно поступающий, исправит свою жизнь. А нам какой пример, да, что мы с вами так же должны, когда обращаемся к святителю Николаю, это хорошо, что мы ему молимся, но еще самое главное, чтобы мы старались менять свою жизнь, да? Вот это самое важное, что вместе с молитвой было изменение нашей жизни. Если мы так будем совершать, то мы почувствуем себя совершенно по-другому. Будем себя заставлять к чему-то доброму, к чему-то хорошему, понуждать себя на такие дела. Мы себя почувствуем по-другому совершенно, более уверенной в этой жизни, чем мы жили, когда живем греховным образом жизни. Поэтому нам с вами, дорогие, нужно обращение как и с молитвой к этому святому, так и нашей жизни, которую мы с вами должны исправлять. Ну вот здесь люди в основном пожилого возраста, да? Но все равно, что мы можем делать, прежде всего? Люди, которые уже физические силы оставляют, немощь приходят. Что самое главное в этом возрасте? Терпение и смирение, и благодушие. Не злиться ни на кого, не обижаться, не осуждать. Вот это, наверное, самое главное, что мы можем уже в таком возрасте, когда силы нас оставляют, когда мы не можем делать какие-то физические именно деяния, аскетические упражнения, не можем поститься многодневно. Но мы что можем сделать, да? Терпеть друг друга, вот это самое главное. Терпеливо относиться и молиться друг за друга. Вы это запомните. Особенно люди, когда болящие люди, а больной человек, за ним очень трудно ухаживать, потому что то ему не так, то ему не так. Ну, больной человек есть больной человек. И вот люди, которые именно подвязались в такой жизни, в духовной жизни, когда заболевали, они старались никому не досаждать. За ними ухаживать, они за все благодарили, не роптали, не требовали к себе чего-то такого совершенно, ну, неуполнимого. Бывают такие больные люди. А именно с благодушием принимали всякую помощь и с благодарением. Поэтому что мы можем делать, прежде всего, да? Почаще благодарить. Кто-то из умных людей сказал, только благодарное сердце бывает счастливым. И вот нам надо, конечно, почаще Бога благодарить и припекать к молитвам, к Матери Божьей, к Святым Богом, к Святителю Николаю. Ведь Великий Святой был случай такой во время войны, в Великой Отечественной войне, в осажденном Киеве. Была одна семья, детишки, мамочка была. Папа ушел на фронт, воевал. Где он воевал, неизвестно, может быть, уже и погиб. И вот мама обессилилась тянуть этих детишек и умерла. Дети остались, что делать? Положили ее на стол. Куда ее положить? На стол положили. Что делать в этом случае? Вспомнили, что молятся за усопших людей. Молятся, именно читая Псалтырь, Псалмы читают. А Псалтыря не было. Мы увидели Акафист, Святителю Николаю. Стали ему читать этот Акафист. Ну, как могли. Радуйся, Николай, Великий Чудотворчик. И читали, читали. А как? Радуйся. Везде говорят, радуйся, 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 радуйся. Дети малы. Как радуйся? Мама, ты же, умершая. И есть там, кажется, такой именно отрывочек в Акафисте. И мертвецев оживляет. Я вот не помню. Вот так как... Этих строчек. Вот именно с... Вот по молитвам Святителю Николаю вот такое чудо совершилось. И мы, дорогие мы, если будем верить именно Святителю и Чудотворцу Николаю, прибегать к нему своими молитвами. Ведь это же чудо сейчас, когда вот у нас, особенно в России, празднуются праздники Святителя Николая. Он для нас один из самых таких любимых святых. Хотя он... Святой это не русская земля. Он жил в Малой Азии. И жил до много времени образования русского государства. Вот так люди русского полюбили. И прибегают к нему с такой вот молитвой. И дай Бог, чтобы, дорогие мои, чтобы мы с вами тоже почаще к нему прибегались в молитву и просили его. За что мы должны просить, да? Прежде всего, за устроение своей личной жизни. Чтобы наша личная жизнь устроилась. Когда личная жизнь наша устраивается к лучшему, мы как-то меняемся, становимся добрее, оставляем дурные привычки, осуждение оставляем. И вокруг нас тоже люди меняются. Видят, что мы изменились-то, оказывается. Вот важно, почему молиться, чтобы мы изменились к лучшему. Пришли в образ покаяния. Покаяние есть, это изменение к лучшему. Надо молиться, чтобы мы с вами, каждый, приходили к лучшему состоянию. Потому что мы можем быть людям в тягость, а можем быть и в радость. Что нам нравится? Когда с нами хорошие, добрые люди. Нравится, да? Нравится. Чтобы с ними не тяжело, легко с ними поговорить, довериться. Это нам нравится. А когда человек с нами находится с так называемым характером, со своим характером, то и не такому, то и не сякому. Как нам? Тяжело? Я думаю, тяжело. Вот мы себя можем подставить на место такого человека. Когда мы с вами ропщим, досаждаем, все время недовольными, как рядом, живущими с нами. Именно тяжело. Отковать нас тяжело. Вот и надо нам стараться молиться, чтобы нам Господь помог за молитвой святителя Николая измениться к лучшему.